Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарой. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С них берут пример, их поступками восхищаются. Им есть чему научить подрастающее поколение. Ветеранов Великозечественной войны, тружеников тыла, ветеранов трудовой славы, участников боевых действий чествовали сегодня в Самаре. Глава города Елена Лапушкина вручила почетные грамоты Тамаре Писаревой, председателю организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района. Нине Витчинкиной, заместителю председателя общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района. Благодарственное письмо вручили Ольге Петрушкиной и заместителю директора Самарского дворца ветеранов. Награду от города получили участники СВО. В нашей стране нет более трогательного, более пронзительного праздника, чем День Победы. Их мужество, отвага, честь, доблесть, любовь к России, любовь к отчизне защитили нас. Жертвуя своим молодостью, своим здоровьем, своими жизнями, они отстояли и победили в той кровавой войне. И уже на их пример выросли новые, молодые герои, которые прямо сейчас защищают нас всех с вами от нацизма. Защищают все то, что нам с вами так дорого. Наше будущее. Будущее наших детей. Часть наград присутствующие получили из рук председателя Думы городского округа Самара Алексея Дегтева. Памятными знаками за патриотическое воспитание были отмечены Мария Афанасьева, бывший директор школы, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе, Валентина Иванова, работающая в Совете ветеранов Самарского района, и Людмила Базилева, преподаватель русского языка, литературы и культурологии с 44-летним стажем. Город по праву теперь носит имя город трудовой доблести. Наши земляки проявили себя на всех участках и фронтах Великой Отечественной войны. И сегодня, казалось бы, можно отдохнуть, получив заслуженный отдых, вы сердца неугомонные. Вы сегодня своим примером воспитываете продолжение России. Вы воспитываете лучшие человеческие качества. Подтверждением тому является доблестная служба наших ребят в вооруженных силах, добровольцев, контрактников, войсках специального назначения. После официальной церемонии награждения перед ветеранами выступили самарские исполнители, среди них и Владимир Самарин. Он воевал в Афганистане, а сейчас своим творчеством поддерживает военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Виктория Шара, Игорь Казановский, События. Спасибо за подвиг. Глава Самары Елена Лапушкина в преддверии 9 мая встретилась с участницей войны Марии Семериной. В 1943 году Мария Даниловна воевала в составе отдельного батальона противовоздушной обороны и освобождала Крым. В этом году ветерану войны исполнится 98 лет. О том, что невозможно стереть из памяти и лучших молодых годах, которые прошли на полях сражений, репортаж Ольги Павловой. В небольшой, но по-настоящему уютной самарской квартире заботливо накрыт праздничный стол. Участница войны Мария Семерина сегодня встречает гостей. В этом году ей исполнится 98, но события военных лет невозможно стереть из памяти. Мария Даниловна родилась в Таганроге. После того, как окончила школу, поступила в военный техникум и прошла подготовку к военной службе. Тогда участнице войны едва исполнилось 18. Был добровольный набор части фронтовые. В гости к ветерану Великой Отечественной войны глава города Елена Лапушкина приходит с цветами. Мария Даниловна ждала и готовилась рассказать самые запоминающиеся истории тех лет. В семейном фотоальбоме множество снимков. Вот здесь она с девчонками. Полная надежда на будущее. Тогда все только начиналось. На этой фотографии с мужем, капитаном военной службы, дошедшим до Германии. Добавляет, только недавно познакомились. Потом они еще долго будут жить счастливо, воспитывая детей и внуков. А этот теплый портретный снимок сделан уже в мирное время. И от каждого изображения невероятная положительная энергетика. И чувство, что люди того поколения стремились побеждать во всем. Вот это вот, наверное, вы, да? Да. В 1943 году Мария Даниловна принимала участие в боевых действиях в составе отдельного батальона противовоздушной обороны. Вместе с боевыми товарищами освобождала Крым и завершала Мелитопольскую операцию. В декабре 1944-го получила небольшое осколочное ранение и проходила лечение в медсанбате. В Самару переехала в 1956 году в связи с переводом мужа в другой военный округ. За военную службу и многолетний добросовестный труд была награждена многочисленными орденами и медалями. 9 мая 1945 года вспоминает со слезами радости. Такое забыть невозможно. Сколько сил, сколько здоровья и сколько воспоминаний об этом у нас почти у всех осталось. Я помню все хорошо. Что как было, что было. Всесторонняя поддержка участницы войны оказывается со стороны администрации города. 78-ю годовщину Победы Мария Даниловна встретит с семьей. И хотя на парад, который пройдет на главной площади города, по состоянию здоровья попасть не удастся, посмотреть его по телевизору за праздничным столом уже традиция. Для того, чтобы в очередной раз вспомнить о боевых товарищах Великой Победе и убедиться в том, что самый настоящий подвиг не предан и живет в сердцах каждого из нас. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Кенельском районе Самарской области продлили аллею журналистской солидарности. Она была заложена 20 лет назад. Новые деревья посадили в честь 95-летия района и 105-летия Самарского союза журналистов. На торжественную церемонию пригласили и съемочную группу событий. Председатель Самарского областного отделения союза журналистов России Ирина Цветкова почти сразу узнает дерево, которое сажала 20 лет назад. 29 мая 2003 года в поселке Комсомольске Кенельского района была заложена аллея журналистской солидарности. Я сегодня, когда увидела каштан, у меня слезы навернулись на глаза. И когда увидела ребят, и я понимала, что те ребята, которые сажали с нами, они уже сейчас выросли, а это уже другое поколение. Это так здорово, так замечательно. Мы все время говорим какие-то слова о патриотизме, о любви к родине. А вот это и есть, наверное, да, любовь к родине. Выросли не только каштаны, но и дети. Кто-то даже создал свои семьи. Когда мы гуляем, посещаем наш спорткомплекс, мы всегда подходим сюда, смотрим. Я детям рассказываю, что мы вот с папой сажали вот эти вот каштаны. Им становится сразу очень интересно, они начинают расспрашивать. Спустя 20 лет, в год 25-летия Кенельского района и 105-летия Самарского союза журналистов было решено заложить второй этап аллеи. На этот раз высаживали скальный можжевельник. Как и в 2003 году, в торжественной церемонии мы вместе приняли участие школьники, журналисты и жители района. Аллеи журналистов есть. Что же еще внести? Четыре дерева посадить. Почему четыре? А сегодня журналисты считают четвертой власти. Рядом с аллеей журналистской солидарности еще 20 лет назад был установлен памятный камень с капсулой. В ней находится послание потомкам. Вскроют ее в честь столетия Кенельского района в 2028 году. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» продолжается. В зоне метростроя в районе перекрестка улиц Полевой и Новосадовой работы идут по утвержденному графику, без внесения коррективов в связи с майскими праздниками. На этой площадке почти завершено укрепление стартового котлована. В середине следующей недели планируется начало доставки отдельных элементов в тоннель проходческого комплекса. После этого рабочие приступят к его монтажу. В исторической части города обеспечили тщательный мониторинг внутри коллектора возле стройплощадки. Это необходимо в том числе во время дальнейшего производства работ, направленных на минимизацию влияния будущей проходки на коллектор. Напомним, что для его укрепления используют двухкомпонентную смолу. Установили для мониторинга 12 камер, вывели это все на пост видеонаблюдения. Параллельно будут поставлены GPS-датчики. Работы пройдут с 10 по 19 мая в полном объеме. Затем специалистам предстоит провести повторное обследование коллектора. Также после 9 мая продолжится рассмотрение вопроса, связанного с последующим закрытием участка на улице Самарской. Все производимые работы остаются на постоянном контроле регионального профильного министерства, а также заказчика строительства станции метро и мэрии Самары. В пятницу 5 мая первый заместитель главы города Владимир Василенко провел еженедельное совещание, на котором обсудили и вопрос завершения работ по освобождению территории будущего станционного комплекса от сетей электроснабжения. Их будут переустраивать. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добраться до исторического центра и обратно. 15 дворов отремонтируют и в этом году в Ленинском районе Самары в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Еще две территории будут приведены в порядок по губернаторскому проекту «Содействие», и четыре пространства преобразятся благодаря инициативным заявкам от жителей. За процессом во дворе 8-го дома по улице Чернореченская наблюдала наша съемочная группа. Пятилетний Марк. Появление новой площадки в своем дворе, расположенном по адресу Чернореченская, 8, ждет с нетерпением. Совсем скоро здесь появятся качели на цепочках и необычная горка. Подрядчики уже установили удобные лавочки для взрослых и забавные для детей. Сейчас укладывают безопасное резиновое покрытие. Совсем скоро здесь зазвучат детские глаза. Он каждый день просыпается, выглядывает в окошко, потому что мы живем на первом этаже, он контролирует этот процесс. Я увидела этот проект, мне очень понравился, потому как здесь практически все есть для детей. Качели для деток постарше, для деток помладше. Интересная скамейка в виде машинки пожарной. Здесь будет горка в виде трактора. Скамейки очень удобные мне, как мамочки. На данном адресе мы выполняем работы по частичному асфальтированию, установок лавок, мафов, детских игровых форм, резинового покрытия. То есть все, что предусматривает сейчас в данный момент безопасное использование детской площадки. В Ленинском районе Самары в этом году отремонтируют 15 дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы формирования комфортной городской среды. Кроме того, две территории будут приведены в порядок по губернаторскому проекту содействия. Еще четыре пространства преобразятся благодаря инициативным заявкам от жителей. Жители этого двора очень активно участвуют в реализации проектов программы федеральной формирования комфортной городской среды. Подают заявки, и мы эти заявки реализуем с помощью жителей, которые тоже принимают участие в контроле выполнения работ. А также жители активно принимали участие в наведении чистоты и порядка на прилегающие территории. Комплексное благоустройство в Ленинском районе в этом году будет выполнено по девяти адресам. Там обновят тротуары и внутриквартальные проезды на средства города и района и при поддержке областных властей и губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас в Самаре проходит онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. В нем участвуют 20 пространств. Чтобы отдать свой голос за любимую территорию, достаточно зайти на платформу 63.городсреда.ру и пройти авторизацию через госуслуги. От активности каждого зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в Самаре. Голосование продлится до 31 мая. Объекты территории победителя будут благоустроены в следующем году по нас проекту «Жилье и городская среда». Виктория Шарой, Николай Сидоров, События. В сплочении силы народа общественная палата города предложила проект к 78-летию Великой Победы «Когда мы едины». До 12 мая учреждение культуры города представит для зрителей спектакли, связанные с Великой Отечественной войной. В театре «Самарт» зрители увидели постановку Василий Теркин. Подробности расскажем в сюжете. Страшный бой идет кровавым. Смертный бой не ради славы. Ради жизни. Мы на земле. Узнать истинную ценность жизни довелось тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Бои там шли не ради славы. Солдаты защищали родину ценой своей жизни. Этому героическому подвигу народа театр «Самарт» посвятил спектакль Василий Теркин по одноименной поэме Александра Твардовского. Не только актеры, но и каждый предмет на сцене рассказывает историю. Гармонь тальянка, походный котелок, солдатская шиниля-винтовка – здесь все имеет значение. Отдельные моменты спектакля органично дополнены материалами кинохроники Великой Отечественной войны. «Русский народ никогда не оставался в долгу врага. Поебать мы мастера». Основная мысль, заложенная самим автором Твардовским – это великая-великая победа, которая адресована. И самое главное – то единство, те испытания, но испытания, которые приводят всегда к счастью. К 78-летию Великой Победы Общественная палата города предложила проект «Когда мы едины». «Фактор единства наших народов – это был фактором победы в Великой Отечественной войне. И спасибо Сергею Филипповичу, ему удалось во взаимодействии с другими самарскими театрами организовать «Кодную победу» показ спектаклей». В зале были зрители, кто увидел спектакль впервые, и те, кто пересматривают картину уже не первый раз и не перестают восхищаться. То, наверное, честное исполнение артистов и насколько их трогает эта тема, это видно, это чувствуется зрителям в зале. Я безмерно люблю всех и каждого артиста, который работает в этом спектакле. Я видела вариант с разными составами, и каждый состав поражает, удивляет и восторгает. До 12 мая учреждения культуры города покажут на своих площадках постановки, связанные с Великой Отечественной войной, чтобы напомнить зрителям о героических подвигах русского народа и о том, какой ценой досталась победа. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Международная организация «Внуки» поддержала участников антифашистского фестиваля «Гитары в строю». Ее руководитель Татьяна Поп записала специальное обращение, в котором подчеркнула, подобные инициативы сегодня обретают особую актуальность. Наша команда «Внуки» не может не поддержать инициативу культурного фронта. Вы знаете, я сама прожила на Украине много лет, фактически 30 лет, и видела своими глазами, как там зарождался неонацизм, как ломали и переформатировали культурное пространство и просто закрывали всем неугодным рот, в том числе и мне, уголовными делами, поэтому знаю не понаслышке. Отмена русской культуры на Западе – это как раз подобная попытка заткнуть голос исторической памяти и правды на глобальном уровне. В завершение своего обращения Татьяна Поп поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и участников культурно-просветительского марафона «Гитары в строю», а также выразила надежду, что этот опыт получит распространение и поддержку в других регионах России. Очередной конвой гуманитарной помощи отправился в зону СВО. На этот раз точка отправления одной из предприятий Куйбышевского района. Кроме вещей и продуктов, военнослужащие и местное население получат письма от школьников с поздравлениями победы в Великой Отечественной войне. Подробности у нашего корреспондента. Концерт народного творчества для тех, кто отправляется в очередной конвой с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции. В этом году в третий раз провожают волонтеров судоремонтно-строительного завода на Сухой Самарке. Жители и рабочие Куйбышевского района Самары загрузили товарами первой необходимости и продуктами два фургона. В общей сложности пять тонн. Это добровольные пожертвования. Инкогнито помогают очень активно. Мы всегда сами ездим и гуманитарную помощь непосредственно сами выгружаем и раздаем людям там на новых территориях. Мы вот общаемся в реальности с ними, видим те эмоции, те желания, те потребности, которые у них есть. Ну, не всегда просто на это смотреть. Надо кормить не только себя, но и детей, и стариков. В общем-то, это непросто. Если зимой гуманитарные конвои уходили в основном с печками-буржуйками, окопными свечами и теплыми вещами, то весной и летом в приоритете средства личной гигиены. Груз получат как военнослужащие, так и мирное население. Поедем в нашу бригаду подшефную, которую мы поддерживаем, так скажем, еще с давних времен. Сегодня в преддверии 9 мая, конечно, это дополняется смыслами. И слава богу, что получается именно в это время. Но там это всегда нужно. В любое время нас там ждут, и люди однозначно нуждаются в этих вещах. Каждый новый конвой формируется индивидуально по запросу и пожеланиям военнослужащих. Кроме стандартных наборов они получат и посылки от семей, друзей, знакомых и коллег. В канун Дня Победы их ждут еще и поздравительные письма, и открытки. Все школы нашего города, все вообще детские учреждения участвуют в добрых акциях. Письмо солдату. И, конечно, особенно, когда у нас случаются праздники, и тем более в канун священного для нашей страны праздника Дня Победы, конечно, тоже тематические письма. Очень приятно слышать, что действительно им душу греют, до них доходят, они это все читают. И ребятам говорят большое спасибо. Гуманитарная помощь собиралась силами района, общественных организаций и судоремонтного завода. В этом направлении проводится масштабная работа. Администрация города, районов оказывает поддержку всем этим инициативам и помогает в доставке грузов. В городе работают несколько центров по сбору и формированию посылок. Регулярно, раз в месяц, гуманитарные конвои покидают областную столицу. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. На территории РКЦ «Прогресс» прошел торжественный митинг-концерт, посвященный Дню Победы. Это ежегодная традиция. На предприятие приглашают ветеранов, возлагают цветы к мемориалам и организовывают выступления творческих коллективов завода. Подробности в нашем сюжете. Для ветеранов РКЦ «Прогресс» сегодня особенная встреча на территории их родного предприятия. День, когда они вспоминают тяжелые дни Великой Отечественной войны. Многие из них работали уже после Великой Победы и продолжали традиции упорного труда своих отцов и матерей. 9 мая 1945 года навсегда в их памяти. Я помню с детства два дня, когда я узнал, что началась война и День Победы. Мне было 9 лет, когда иду в школу, а мне говорят, нет, занятий не будет. Победа. Это было в Хабаровске. Это было... Ну, незабываемо. Просто... РКЦ «Прогресс», который во времена Великой Отечественной войны назывался государственным авиационным заводом номер один, внес огромный вклад в победу. В общей сложности за годы войны предприятие, эвакуированное в Куйбышев из Москвы, отправило на фронт более трех тысяч истребителей МиГ-3, почти 12 тысяч штурмовиков Ил-2 и более тысячи штурмовиков Ил-10. А летом 1945 года завод был награжден орденом Красного Знамени. 9 мая – это день, когда мы поздравляем тех, кто подарил нам мир и свободу, кто боролся на фронте и в тылу, кто восстанавливал экономику в тяжелейшие послевоенные годы. Более трех тысяч заводчан ушли на фронт, не все, к сожалению, из них вернулись. Семерым присвоено звание Героя Советского Союза за героизм, проявленный на фронтах. И слова «все для фронта», для нашего предприятия никогда не были просто словами. Для ветеранов и сотрудников предприятия подготовили традиционный митинг-концерт в преддверии Дня Победы. Выступали творческие коллективы «Прогресса» и студенты Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения. А завершился митинг-концерт возложением цветов к вечному огню. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В День Победы в Самаре будет усилена работа общественного транспорта. Сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Перевозчик предоставит 10 дополнительных автобусов. С 22.00 они будут ожидать пассажиров на улице Самарской, на участке в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого. Отсюда автобусы со всеми остановками проследуют по маршрутам номер 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50. Кроме того, на трамвайных маршрутах номер 1, 3, 5, 20, 22, как минимум до 23.30 будет работать весь подвижной состав. По троллейбусному маршруту номер 6 движение общественного транспорта до 23.30. В День Победы самарский метрополитен будет работать в обычном порядке, по режиму выходного дня. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что 5 мая ежегодно отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Он был учрежден Организацией объединенных наций в 1992 году для привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями и повышения осведомленности о их правах и потребностях. Бессмертный полк России предлагает разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на заднем правом боковом стекле автомобиля. Таким образом, 9 мая в день праздника все смогут увидеть героев семей владельцев машин. Главное разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Принять участие в акции можно в формате «Бессмертный полк» на автомобилях, а также в полюбившемся формате онлайн-шествия «Бессмертного полка». Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и хороших выходных!